123 миллиона рублей получат в нынешнем году в Волжске на капремонт многоквартирных домов. Это в три раза больше, чем в 2011. Работы начнутся после проведения конкурсов среди подрядчиков. И как сообщили в мэрии города, они должны пройти в апреле. Сколько многоэтажек попадут в эту программу и какой ремонт их ждет, узнаем из материала Светланы Олегбаровой. Программа по капремонту многоквартирных домов в Волжском реализуется уже несколько лет. Жители, которые по условиям этого проекта должны внести 5% средств от общей стоимости работ, участвуют в нем очень активно. В этом году в мэрию поступили заявки на ремонт 330 многоэтажек. Однако денег, выделяемых городу фондом содействия реформированию ЖКХ, хватит лишь на 14. Да и работы, которые будут в них выполняться, это по большей части замена лифтов. У нас много очень домов, которые имеют достаточно большой износ лифтового оборудования. Поэтому в основном в этом году вошли в отбор те дома, у которых износ лифтового оборудования составил 100%. Поэтому по критериям отбора, которые у нас установила область, по этому критерию отбора у нас сегодня попали всего 14 домов. Всего же в Волжском необходима срочная замена почти 350 лифтов. Удовольствие это не из дешевых и обходится примерно в 16-17 миллионов рублей. Городские власти сейчас разрабатывают варианты, которые позволили бы снизить стоимость работ. То есть заменять лишь часть оборудования, то, что вышло из строя, лебедку, трос или кабину. А исправное, направляющие, к примеру, оставлять. Это позволило бы пустить деньги на замену инженерных коммуникаций, утеплений фасадов, ремонт кровли. Как раз эти виды ремонта крайне необходимы домам в так называемых старых кварталах, тем, которые строились в 50-60-х годах прошлого века. И которые, согласно критериям отбора участия в программе, установленном на уровне региона, в этом году не попадают под ее действия. Поэтому администрация Волжского обратилась к областным властям с предложением об изменении критериев отбора многоквартирных домов для проведения в них капремонта. Мы сегодня готовим изменения в условии проведения отбора. И они нам пообещали, что реально будут вносить изменения в постановлении губернатора. И здесь уже будут на равных правах, то есть и лифты, и капитальный ремонт домов. Так что есть надежда, что правом воспользоваться помощью государства в ремонте домов в этом году смогут не только волжане, проживающие в высотках с лифтами, но и жители тех домов, где подобных удобств нет. Но реконструкция которых тоже необходима. Кроме того, власти Волжского ведут работу по привлечению в город дополнительных средств фонда содействия реформированию ЖКХ и рассчитывают получить еще 50-60 миллионов рублей на программу капремонта. А жителям при проведении собраний, на которых утверждается перечень планируемых работ, в мэрии советуют подходить к вопросу комплексно. Не ограничиваться лишь ремонтом крыши, а сразу и утеплять фасад, и менять коммуникации, и устанавливать счетчики. В этом случае расходы жильцов, конечно, возрастут, но и гарантий того, что дом попадет в программу, намного больше. Да и после такого капремонта о следующем можно будет не думать еще лет эдак 20. Светлана Олегбарова, Олег Журавский, телекомпания Ахтуба.